Карл Чапек Похвала газетам Как читатель Иногда ведь и читателя Внезапно осенит И он тоже увидит газеты С новой, удивительной стороны Со мной это произошло В Балин-Льюге Или, постойте Не в Балин-Льюге В Криан-Ларихе Или Таиндраме Или нет, не в Таиндраме Скорее, в Малайге Потому что там было море Я купил тогда в дорогу Газету Не помню уже какую Едва я развернул ее Энергичным жестом Мне сразу бросилось в глаза сообщение В чешских бадуевицах Истреблено пять тысяч кошек Согласитесь Человек, сидящий в поезде В Малайге Подготовлен к чему угодно Только не к сообщению О чешских бадуевицах И к мысли о пяти тысячах кошек Я закрыл глаза Чтобы переварить Натиск событий Будь передо мной Вместо газеты Роман Через минуту Я знал бы уже О чем идет речь И что Приблизительно Произойдет дальше Но никакой романист Не додумался бы до фантастического образа Пяти тысяч кошек И не вспомнил бы ни с того ни сего О чешских бадуевицах Встретиться в Малайге С чешскими бадуевицами Это чудо Найти на одной странице Господина Макдональда И пять тысяч кошек Это фантастичнее Чем Али Баба и сорок разбойников И если вы В это время Вдобавок Смотрите на Атлантический океан То будете окончательно Подавлены подобным Хаотическим Сосуществованием всего Что есть в мире Политики Кошек Моря Социализма И чешских бадуевиц И внезапно осененный Вы вдруг постигнете Необъятность мира И чудодейственные свойства газет Простите, что я еще некоторое время Задержу ваше внимание на кошках Я немножко специалист в этой области И мог бы долго рассказывать О кошках Нотингхила И Генуи О венецианских И парижских кошках О воспитании котят О том, как снискать доверие кошки И о многом другом Так вот Вы никогда не найдете В газетах сообщения о том Что кошка поймала дрозда Или принесла троих котят В газетах она всегда предстает В каком-то особом Необычном И даже ужасном свете Например, вас оповестят Что бешеная кошка Покусала почтальона Что некий ученый Открыл кошачью вакцину Что в Плимуте Или еще где-нибудь Родилась кошка с девятью хвостами И так далее Равным образом Вы не найдете в газетах Заметки о том Что официант принес кому-то Кружку пива Но зато узнаете Что он убил свою возлюбленную Или что вспыхнула Забастовка официантов Чешские Будоевицы Не попадут в газеты Пока в них все спокойно Нужно, чтобы там устроили Массовое истребление кошек Или по крайней мере выборы Чтобы этот солидный город Предстал перед человечеством В тревожном и трагическом свете И если я читаю в газетах Что такой-то депутат Произнес речь Я уже наперед знаю Что этот случай Столь же необычен и драматичен Как случай с бешеной кошкой Которая покусала почтальона Или с официантом Убившим свою возлюбленную Короче говоря Я хочу высказать Мысль Которая волновала Уже честь Тартона Мир газет состоит Из одних только Исключительных событий Чрезвычайных происшествий А часто и чудес Когда в газетах Пишут о доме То сообщают не о том Что он стоит А о том Что он сгорел Или обрушился Или что он По крайней мере Самый высокий в мире И вообще чем-то Отличается от всех прочих домов Какие только существуют На белом свете Официант Это интригующая личность Убивает свою возлюбленную Кассир скрывается С доверенными ему деньгами Любовь с фатальной Неизбежностью Приводит к тому Что люди бросаются Во вставу С моста леди Автомашина Это орудие С помощью которого Устанавливают рекорды Попадают в катастрофы Давят детей И старых дам В газетах Все предстает В аспекте драматическом И даже вызывающем тревогу Каждый утренний выпуск газет Превращает мир В дикие дебри Где вас подстерегают Бесчисленные неожиданности Опасности И эпические события Однако газеты Не сообщат вам Оршинными буквами Что сгорело Троя Или что Ирод Из соображений Общественной гигиены Приказал вырезать Пять тысяч младенцев Вы прочтете в них О кровавой драке С лесарей На Штепанской улице Но вам не расскажут О кровавых боях Цезаря с галлами Крови и огня еще мало События должно волновать Своей новизной Недостаточно Чтобы оно било На воображение Читателя Прежде всего Оно должно быть Актуальным Газеты могут сообщить Что Сегодня 14 декабря 1924 года Минуло 3000 лет С того дня Как сгорело Троя Если 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 Совбытие Не падает Точно На сегодняшний день А совершилось Чуточку Раньше Или позже То для газет Оно уже Не годится В мире Газет Как и в мире Диких животных Существует Только Настоящее Сознание Сознание Газет Если Здесь Можно Говорить О Сознании Ограничено Исключительно Сегодняшним Днем Отрезком Времени От утреннего Выпуска До вечернего Или Наоборот Человек Читающий Газету Недельной Давности Невольно Испытывает Чувство Будто Он Копается В хронике Далемила Это Уже Не газета А летопись Метод Газеты Актуальный Реализм Существует То Что Существует Сегодня Экстра Презенциям Нот Эст Экзистенция Эрго Бибамус Вне Настоящего Нет Существования Стало Быть Давайте Выпьем Латынь Представьте Себе Как бы Вы были Удивлены Если бы Газеты Опубликовали Речь Депутата Петровицкого Произнесенную Год тому Назад Она Может быть Напечатана Только с Примечанием Что Сегодня Исполняется Ровно Год Или Что Эти Золотые Слова Не утратили Своего Значения И Сегодня Во всяком Случае Какое-нибудь Сегодня Обязательно Должно Фигурировать Иначе Вам покажется Что на вас Обрушилась Вселенная А категория Времени Сошла С ума И Пережить Это Было Бы Почти Невозможно Один Моралист Кажется Пан Гамма Проповедовал Что Газетам Следовало Бы От актуальных Событий Обратиться К вечным Неприходящим Ценностям Отдавая Им Предпочтение Перед Последними Злободневными Происшествиями То есть Например Вместо Речи Чичерина Печатать Речь Цицерона Защиту Планция Которая Бесспорно Успела Утратить Свою Злободневность Вместо Сообщения О конфузии В парламенте Можно Было Бы Опубликовать Выдержки Из Конфуция А Вместо Известия О последнем Убийстве Главу Из Сети Веры Хильчицкого Признаюсь Такую Газету Подобные Вероятно Выходят На небесах Я не хотел Бы Редактировать Откуда Было Было Мне Знать Почему Сегодня Вместо Третьей Речи Против Веры Нужно Печатать Речь Защиту Планция И Почему Именно Сегодня С точки Зрения Вечности Надо Отдать Предпочтение Конфуцию Перед Федоном Платона Если В газете Помещена Речь Министра То Не потому Что Она Лучше Важнее Для Моей Души Чем Нагорная Проповедь А потому Что Она В отличие От Нагорной Проповеди Была Произнесена Вчера Кража Кража Шубы В кафе Право Не Более Сенсационно Чем Отречение Наполеона Но Она Случилась Вчера Что Поделаешь Современность Имеет Особую И Таинственную Притягательную Силу Люди Толпами Бегут Посмотреть На Дом В котором Портной Перебил Утюгом Всю Свою Семью Из Семи Человек Но Не Стекаются Толпами Смотреть На Штербоголы Где Во Время Семилетней Войны Погибло Бог знает Сколько Тысяч Человек Вместе С Самим Генералом Шверином Фанатический Интерес К Настоящему Одна Из Тайн Жизни А Также Одна Из Непостижимых Тайн Газет В Газетах Все Должно Быть Новым Но Вместе С тем Обработанным И отчасти Уже Знакомым В Дебре Событий Которые Каждое Утро Открывают Газеты Должны Быть Положены Знакомые И Проторенные Дорожки Ну Скажем Надо Писать Он Был Доставлен На Пункт Медицинской Помощи Весть Распространившаяся С быстротой Молнии Взволновало Население То есть Со скоростью 3133 метра В секунду Примечание Автора Торжественное Течение Собрания Ничем Не было Нарушено Нанесен Колоссальный Ущерб Ковент Консулес Пусть Консулы Будут Бдительны Латынь Каждое Такое Устоявшееся Выражение Имеет Свою Эстетическую Ценность Это Как бы Островок Отдыха В потоке Льющихся Новостей Это Припев Который Читатель Может Подхватить Это Готовая Рамка В которую Легко Вставляется Новое Событие Чем Одновременно Инцидент И Исчерпывается К Общему Удовлетворению Став Достоянием Гласности Он Перестает Быть Необычным Однажды Я ехал На площадке Трамвая Вдруг Что-то Мелькнуло Впереди На рельсах Вагоновожатый Яростно Чертыхается И Бешено Звонит Вагон Мгновенно Останавливается Все Мы Падаем Вперед На спину Водителя На линии Как из-под земли Вырастает Толпа Двое Полицейских Тащат В ближайший Подъезд Какой-то Тяжелый Сверток Бледный Как смерть Вожатый Стирает Холодный Пот И зовет Полицейского Невообразимый Хаос Но Постепенно Он Распутывается Несмотря На суету Потом Целый День Мне было Как-то Не по себе А на следующее Утро Читаю В газете Вчера В час Дня На Национальном Проспекте Был сбит Трамваем Франтишек Ша Бухгалтер Из 7 Района Праги Легко Раненый Он был Доставлен На медицинский Пункт Где ему Была Оказана Первая Помощь Вот и все Изображали бы события Вероятно Так Торжественное Течение Вечности И вчера Ничем Не было Нарушено К вечеру С быстротой Молнии Разнесла Свесть О том Что На Манинах Сотворен Космос К счастью Это известие До сих пор Не подтвердилось Тем не менее Мы обращаем Внимание Ответственных Кругов На Недостойные Происки Которые Могут Создать Серьезную Угрозу Для Существования Хаоса Кавэнд Конфолес Обобщая Можно сказать Что Если Художественная Литература Это Выражение Старых Истин Вечно Новых Формах То Газеты Это Выражение Вечно Новых Истин В Формах Старых И Неизменных Газеты Пока Они Не Ввязываются В политику Пишут О вещах Исключительных И Конкретных Каждый Губит То Что Любит Говорит Поэт В отличие От Поэта Газеты Сообщают Что В номере 891 Официант Васлов Зайчик Убил Свою Возлюбленную 27-летнюю Терезу Веселую Поэт Может Воспевать Подснежники Вообще Газеты Напротив Могут Дать Только Определенное Конкретное Сообщение О том Что Вчера В 3 Часа 15 Минут Близ Подбобы Распустился Первый Подснежник И что Весть об этом С быстротой Молнии Облетела Всю Прагу Разумеется И в газетах Иногда Встречается Что-то От поэзии И литературы Но не потому Чтобы литература Имела какую-то Особенно Тесную Связь Газет Газет А потому Что В газеты Попадает Все Тем не менее У газет Есть нечто Общее С изящной Словесностью Например Та Особенность Что в отличие От научного Познания Они полностью Независимы От реальной Действительности Случилось Что Один английский Журналист Уж не знаю Из какого Особого Любопытства Интервьюировал Меня О месте Моего Рождения И о других Пустяковых Вещах День Спустя Я с детским Изумлением Прочел В его Газете Что Родился В дикой Горной Глуши Исполинских Гор В бедной Семье Суровых И набожных Горцев Я Робко Пожаловался Другому Журналисту Что Это Неправда Вы В этом Уверены Спросил Сей Муж Возможно Вы Правы Но Так Ведь Гораздо Интереснее С тех Пор Я читаю Газеты С Несравненно Большим Пониманием И Наслаждением И Нахожу В них Волнующие Сообщения Например О речи Министра Иностранных Дел Выставки Металлических Сид В Рожмитале Или Сенсационное Объявление О постановке Новой Чешской Драмы В Национальном Театре И Зачарованный Я думаю Наверное Все было Иначе Но ведь Так Гораздо Интереснее Однако Хотя Газеты Следуя Принципу Свободы Печати И Независимы От Действительности Надо Признать Что Своим Правом На Вымысел Они Пользуются Весьма Умеренно Ведь Тот Английский Журналист Мог Бы С Таким Же Успехом Написать Что Я Появился На Свет Выпав Из Сосновой Шишки В виде Крылатого Семечка Или Что Меня Нашли В Корзине Приплывшей По Лапскому Каскаду Тем Не Менее Он Ограничился Лишь Известной Ретушью Фактов В Такой Мере Которая Ничуть Не Оскорбляет Веры Читателя В Печатное Слово Газеты Могут Писать Что Угодно Но С Условием Что Это Достаточно Правдоподобно И Привычно Чтобы Читатель Без Труда Этому Поверил Они Могут Отступать От Действительных Фактов Но Должны Это Делать Тонко Чтобы Читатель Не Поднял Крик Что Это Бессмыслица И Что Его Одурачивают Вынужденные Считаться Судобствами И Небогатой Фантазией Читателя Газеты Отклоняются От Действительности Гораздо Меньше Чем Это Можно Было Предположить Теоретически А Часто Хотя Поверхностно И Не Точно Они Даже Придерживаются Ее Ибо Легче Воспроизводить Действительные Факты Чем Выдумывать Правдоподобные Нередко Газетам Ставят В упрек Анонимные Материалы И Я думаю Что Напрасно Надо Учесть Что Газеты По Большей Части Пишутся Не Газетч А Самими Газетами Словесные Штампы Которые Я Уже Приводил Достояние Не Отдельного Человека А Всей Газетной Касты На Табличке Гласящей Соблюдай Чистоту За Нарушение Штраф Не Ставят Подписи Автора Потому Что Это Общая Мысль Газеты Большей Частью Тоже Состоят Из Общих Фраз Общих Мест И Штампов Поэтому И Они Столь Же Анонимны Как Объявления В Общественных Местах И Служебные Циркуляры Если Попросить Автора Подписаться Под Передовой То Я Полагаю Он Или Вообще Откажется Ее Писать Или Попробует Написать Получше Аноним В газетах Это Не Человек В маске Это Просто Человек Без Лица Только Тот Кто Не Ставит Свою Подпись Может Написать Собрание Проходило В Торжественной Обстановке Подписывая Такую Статью Автор Под Страхом Утраты Личной Честности Должен Был Был Написать Собрание Тянулось Необычайно Нудно Я Предпочел Был Пройти Пешком До Самых Высочен Удивляюсь Как Это Некоторым Людям Доставляет Удовольствие Говорить То Что Все Знают Как Видите Такой Автор Оказался Бы Очень Плохим Журналистом И Есть Еще Слишком Много Вещей О Которых Можно Писать Лишь Подавляя Собственную Личность В Газетах Есть Рубрики Которые Никто Не Читает Например Передовая Есть Материалы Которые Читает Хоть Кое Кто Например Экономическое Обозрение И Наконец Есть Отделы Которые Читают Все Например Судебная Хроника Было бы Однако Ошибкой Исключать Из газет Рубрики Которых Не Читают Народ Хочет Иметь Их В Газетах Подобно Тому Как Хочет Иметь В Городе Читают Учреждения Которые Не Посещают Например Музеи Короче В газетах Должно Быть Все В том Числе Даже Стихи И Статистика Латышской Торговли И Не Столько Для Тех Нескольких Невероятных Чудаков Которые Может быть Прочтут Это Сколько Для Тех Десятков Тысяч Средних И Постоянных Читателей Которые Обязательно Пропустят Эти Материалы Удовлетворившись Одним Тем Что Они Напечатаны Лично Я Например Не Решаю Самостоятельно Купить И Пол Дюжины Носовых Платков Но Несмотря На Это Каждое Утро Ищу В газетах Сообщения О Курсе Цен На Хлопок Ливерпульской Фирмы Фалли Нидлинг Или Сейкларидис И Справляюсь По Прежнему Листоя Два Нуля Против Фамилии Стронгшиц Из Лондона Я Не Знаю Правда Кто Такой Стронгшиц Но Это Слово Доставляет Мне Приятное Создание Широты Кругозора Меня Не Очень Интересуют События В Испании Но Я Удовлетворен Тем Что Если Захочу Смогу Узнать О Них Больше Чем О Событиях В Кардашевой Ржечице Я Не Пылаю Фанатической Любовью К Мексике Но Благодаря Газетам Мексика Стала Для Меня Менее Загадочной И Далекой Чем Сосед За Стеной Мне Известны Причины Революции В Мексике Но Я Ничего Не Знаю О Причинах Ссоры У Ближайшего Соседа Это Свойство Современного Человека Называется Космополитизмом И Вырабатывается В результате Чтения Газет Особое Наслаждение Доставляют Читателю Сообщения Не о том Чего Он Не знает А о том Что ему Известно По Наслышке Или Как Очевидцу О пожаре Которого Я не Видел Я Никогда Не Читаю С Таким Страстным Интересом Как О пожаре Который Я Случайно Наблюдал От Начала До Конца И Должен Признаться Если Бы Газеты Ничего О нем Не Сообщили Я Чувствовал Бо себя В какой-то Мере Оскорбленным И Лично Задетым Я Счел Бо Бестактным Со Стороны Газет Не Ставить Ни В Грош Событие Которое Словно Огнепоклонника Так Захватило Меня Своим Волшебством Читатель Воображает Что Именно Он И Есть Общественность И Написано Пожар Привлек Множество Зевак Он Доволен Что Его Не Забыли Я С безразличием Читаю О том Что В Крумлове Запрещено Выпускать Собак Безнаморников Просто Мне Нет До Того Дела Я Отродяз Не Был В Крумлове Но Я С удовольствием Прочту О том Что Собак Запретили Выпускать Безнаморников В Горжице Или Даже В Глазго Потому Что В обоих Городах Я Был А Следовательно У меня Появляется Личное Так Сказать Эмпирическое Отношение К этому Событию Может Может быть В отличие От Литературы Самая Соблазнительная Особенность Газет В том И Состоит Что Они Дают Такой Широкий Простор Для Личных Ассоциаций Я Испытываю Приятное Волнение Если В газете Опубликована Речь Депутата Лукавского Потому Что Однажды Постойте Где Это Было Впрочем Все Равно Я Собственными Глазами Видел Депутата Лукавского Я Поражен Скоропостижной Смертью Старого Пенсионера На Малой Стране Так Как Сам Живу На Малой Стране Я Интересуюсь Расстратой Общественных Денег В Индрешиховом Граце Потому Что Бывал В Индрешиховом Граце Я С удовольствием Прочту Известие О Банкротстве Яна Гольцбаха Из Знойма Ибо Лично Знал Какого-то Гольцбаха И так Далее Газеты Гораздо Больше Апеллируют К личным Чувствам Читателей Чем Например Любовные Стихи Выражаясь Языком Интимные Лирики Они Играют На Самых Чувствительных Струнах Души Было Бы В высшей Степени Поучительно Рассмотреть Различия Между Газетами Разных Наций Разных Политических Партий И так Далее Но Для Создания Такого По меньшей Мере Трехтомного Труда Ин Фолио То есть Книги Большого Формата Латын Мне Не хватает Ни Способностей Ни Бумаги Я Я Пишу О Газетах Вообще Имея Ввиду Одновременно И Таймс И Черховский Посел Да И это Невероятная Сложная Задача Так что Едва Принявшись За ее Выполнение Я Уже Отступаюсь Следовало Бы Обстоятельно Проанализировать Все То Из Чего Складываются Газеты Например Передовая Наверняка Восходит Не К живому Человеческому Любопытству А К страсти Проповедовать И К особой Способности Регулярно Слушать Проповеди Напротив Судебная Хроника Своего Рода Замена Древнего Обычия Когда Все Племя Церемониально Расположившись Вокруг Костра Присутствовала При вынесении Приговоров Новости Дня В известной Мире Заменяют Утренний Разговор Соседок О том Что Что случилось Нового После Вечернего Разговора И так далее Каждая Газетная Рубрика Имеет Своё И очень Древнее Происхождение Удивительно Что ни один Из социологов До сих пор Не попытался Исследовать Эту мешанину Тысячелетней Жажды Знаний Ритуальных Юридических Общественных И иных Мотивов Которые Слились Скажем Было Монументальное Но Трудоемкое Письмо Египтяне Высекали Свои Газеты На Обелисках И стенах Храмов Представьте Себе Что Было Бы Если бы Каждое Утро С Вацлавской Площади Развозили 60 тысяч Обелисков И Каждый Из них Тянули 60 Валов В этом Возможно И кроется Причина Того Что Журналистика Древнего Египта Не получила Большого Развития Свообразными Журналистами Можно Считать И Различных Рапсодов Аэдов Скальдов И Бардов И Леада Была Относительной Новинкой Пока Ее Исполнял Сам Гомер И Лишь Позднее Стало Пережевыванием Старого В обоих Случаях Она Похожа На Современные Газеты Ведь Только Часть Истины Заключается В том Что Газеты Служат Для Распространения Новостей Столь же Верно И То Что Они Служат Распространению Давно Известных Мыслей И Фактов Конечно Большая Вчерашняя Речь Господина Эрио Это Новость Хотя Вовсе Не Новость Что Премьер Министры Произносят Речи Ново Что Вчера Кто-то Украл Шубу В Кафе Унион Хотя Сам Факт Кражи Шуб Весьма Стар И Имел Место Еще В Каменном Вике Газеты Ежедневно Напоминают Нам Что В мире Происходят Новые События Но Вместе С тем Показывают Что Эти События Происходят Постоянно Газеты Раскрывают Перед Нами Вечную Непрерывность Жизни Ибо Говоря Словами Пана Гаммы Почти Все Новое Лишь Повторение Старого Если Бы В завтрашних Газетах Напечатали Потрясающее Сообщение О том Что Китайская Армия Осадила Цюрих То Обязательно Там Будет Заметка И о том Что На Овоцной Улице Трамвай Налетел На Ручную Тележку Значит Слава Богу В мире Ничто Не Изменилось Если Вечерний Выпуск Принесет Телеграмму Что Именно Сейчас Настал Конец Света То То Будет Сообщено О Нехватке Общественных Уборных На Малой Стране И О Необходимости Принятия Срочных Нервs И Если Газеты Напишут Что В Оркестре Национального Театра Только Что Прозвучали Трубы Возвещающие Начало Страшного Суда То Не Приминут При этом Добавить Что Еще Вернуться К Этому Вопросу В Подробных Отчетах Своего Музыкального И Судебного Референтов Мир Газет Это Всегда Новый Но Неизменный Мир В конце Концов С Философской Точки Зрения Читать Газеты Столь Же Созерцательное Занятие Как Наблюдать Закат Солнца Или Течение Реки Газетам Свойственной Периодичность И Неизменность Явлений Природы Это Скорее Не Шестая Держава А Четвертое Царство Природы Но Изучение Законов Этого Царства Определение Его Типов Семейства Видов Не Может Быть Задачей Нашей Статьи Она Задумана Только Как Похвала Газетам По Этой Причине Она Не Должна Исчерпывать Тему Так Похвалу Никогда Не Следует Исчерпывать До Последней Капли Продолжение следует...